Что ж, ребят, продолжаем проходить Аркс Фаталис, и у нас, в общем-то, оба артефакта есть, и Крагос, и Зоргарк, и нам нужно добраться теперь до... До чего нам добраться? До метеорита! А, это, в общем-то, даже не сложно, просто через тюрьму гоблинов сейчас пройду. Там у меня есть тайная кнопка в том же месте, через которое мы выходили, когда в... Опс, это я не выбрасываю. Когда в храме культистов валили, там же и... Ага, вот это вот нежданчик. Не буду лук доставать, может, я вот так смогу ножичком завалить. Вот, уничтожить его, в принципе, просто, если с потайного пути зайти, как говорится. Но пока я сейчас вот этих вот чувачков, паучков... Да ну у вас, ладно, фиг с ними, не нужны они мне. Здесь, кстати, вот сундук, кого там, Оливера вроде как называется, или как его... Я уж не помню, пауки мне эти ничего серьезного не сделают. Сейчас я еще раз дверь пробью, еще одну. Тут какой-то охотник за сокровищами, собственно говоря, этого самого Оливера. А вот это просто крысы. Самые обыкновенные. Вы мне говорите, что с лсидами будет очень сложно биться лучнику. Да, все так и есть. Это не то, что сложно, просто нереально сложно. Все остальные враги слетают пачками, но лсиды это жесть какая-то, которую практически... Если он в рукопашку со мной идет, я думаю, у меня факел есть, то я уже не могу смотреть в эту темень. Крыса что-то там хочет от меня, но я не буду ее убить. Вот, если с ним в рукопашку, то с трех ударов и хана мне, короче, сразу. Сейчас к большому обвалу, во владение гоблинов, портал в пещеры, к форту Эдерней. Подруга отстанет меня. Мне нужно, мне нужно куда? Я буду заходить через гоблинов к большому обвалу. Поехали. Так, ну, в общем, сейчас отсюда, через тайный проход, если меня, конечно, там гоблинов немножко не приостановят, но они меня вряд ли будут останавливать. Что я понял, лсиды хорошо все-таки умирают от ядов, нежели от выстрелов. Ну, как мне кажется. Поэтому я, скорее всего, ядов качаю сейчас, чтобы они их гасили. И буду их фигачить, значит. Ремесло. Хотя, может быть, и сейчас посмотрим. Ладно, может быть, и передумаю. Попробую и так, и так, что будет эффективнее. Ну, выбрал я, конечно, способ явно не из легких, чтобы гасить этими стрелами, потому что в ближнем бою их было бы гораздо легче завалить, чем в дальнем. И магам вообще просто пару огненных шаров, и они все сваливаются, притом пачками. А в логове лсидов они будут еще и по два на меня бегать, так что это еще хуже. Найдем также один бах маленький, который мне немножко помогает. Вот она, потайная кнопка у гоблинов. Бах заключается в том, что лсиды не могут бегать через мясной мост, этот мостик. Поэтому мне можно просто их туда довезти и расстреливать уже издалека. Так, тут культист находится, я не буду заставку смотреть. Он там что-то там, какой-то ритуал совершает, я его сейчас прям через штору. Ой, слабо я набрал заряд в луге. Но яд добивает. Так, что вкачать? Либо в ловкости бить, либо в яды, чтобы они травили. Давайте в яды попробуем, мне кажется, будет неплохо. Правда, очень маленький шанс на то, чтобы отравить лсиды. Просто катастрофически маленький. Так, еще ловкости. Хотел силу взять. Я не знаю, правда, сила влияет на луки или нет. Кто знает, отпишите, я еще пока не проверял. Так, берем Крагас. Где-то у меня здесь загарка лежит. Вот он. Убиваю. И уничтожаю метеорит. Пойду сообщить о победе совету. Наверное, теперь я смогу вернуться назад на Нодден. В книгу добавлены новая запись. А это кусочек метеорита остался мне. Значит, что? Теперь остается только попытаться завалить трех лсидов. Хотя, в принципе, можно не валить, а просто идти в замок. Но для меня это, как говорится, дело чести. Хорошо, что факел сгорел. Сейчас будет проще. Значит, какая-то система охраны нерабочая. Что-то явно отрубилось. Кажется, что-то не то. А вот это открывает вот здесь проход, через который я буду гасить первого лсида. Так, ну что ж, попробуем его ушатать. Скажу сразу, очень сложно. Очень. Мягко, так сказать, очень. Так, он там ходит, бродит. Главное, не попасться ему. Сейчас в присядочку попробую его выследить. Если попадусь, хана мне. Вон он. Идет. Так, вставай. За стеночку. Сейчас будем шпионски смотреть, выглядывать. Со спины издалека у меня самый максимальный урон. Поэтому я подожду его патрулирование, пока он пойдет в обратную сторону. Тут, в общем-то, их три в храме. Троицы. Главное сейчас попасть по нему. Ну, что довольно, в принципе, просто. Но я умудрялся промахиваться. Так, еще дальше, 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 дальше. Одна стрела есть. И яд подействовал. Супер. Нет, вот он отошел в сторону. Ай, бежит ко мне. Ну, видите, в принципе, два выстрела. Два выстрела и ЛС, мертв, все взорвется. Да, кстати, я не знаю, правильно или нет, кто проходил, подскажите. У меня на данном этапе прохождения всего лишь три части метеорита. То есть, вот эти вот камни Альба. Нормально это или нет? Значит, еще два ЛС. Почему я их гашу? Потому что за них дают тысячу с лишним опыта. У меня вот сейчас 50624. А, знаете, опыт здесь довольно штука дорогая и полезная. Попробую сейчас остальных. И потом пойду в замок, где, кстати, тоже уже ЛС, вы все осадили. Но там довольно просто. Я тоже нашел способ пройти его лучником. О, смотрите, здесь тоже, кстати, мини-бах. Ну-ка, я застрелил, чтобы... Нет, застрелить не получилось, чтобы пролезть. Мини-бах, они не умеют перебегать через этот мостик. Сейчас я пошумлю, здесь он побежит на меня. Нет, не побежит? Побежишь. Иди, я сказал. Смотрите, он, по-моему, меня просто не заметил. А, заметил. Пора меня сваливать. Только бы не ушатал бы меня. Через этот мост он почему-то бегать не умеет. Тупой, лысый воин. Три выстрела, в общем. Три выстрела, но это три удачных выстрела. Если он подойдет ко мне, то с трех ударов он меня убьет. А я ему буду ударов 10-20 наносить и хоть бы что. Так, вот теперь следующий. Но, в принципе, его тем же способом. Единственное, что... Я сейчас, чтобы открыть эту дверь, чтобы увидеть, воспользуюсь телекинезом, пожалуй. Можно также сделать под невидимостью. Открывание двери. Не знаю, спалит он меня или нет отсюда издалека. Если не спалит, стрела поможет ему это сделать. Так. Смотрите, назад вернулся. Ну, давай, 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 давай. Иди ко мне вдогонку. Запустил скорость. Это плохо, плохо, плохо. Я не умею так быстро бегать, как он. Но зато у меня есть спасительный мостик. Который он просто всячески не любит и игнорирует. О, отлично, яд сработает. Ну, лучше просто ничего не может быть. Давай, лысый, уже хватит. Все, трех лысидов, в принципе, в храме. И это довольно удачная попытка. Когда они ко мне подходят, они просто меня просто месят сразу. Нет шансов выжить никаких. Здесь у меня больше ничего не осталось. Нету камня. Еще одного. Если я правильно понял, то в храме всего лишь три камня. Напишите, если это не так. Если их тут четыре. Я знаю, что всего их вроде как должно быть пять, насколько я понимаю. Я просто с Акбой еще не бился. Я проходил, но не так далеко. Значит, куда мне, куда мне, куда мне. Давайте через гоблинов и во дворец, через портал у тролля по обвале. Так, где-то тут потайная кнопочка. Я пропускаю эти заставки. Все равно у меня они без звука. Ничего интересного у них я не найду. Так, значит, моя дорога лежит к обвалу, где я через портал иду во дворец. А во дворце будут снова лысиды. Я очень надеюсь, что у меня получится без фейлов, что я смогу нормально их всех пройти. Смысл там просто тупо в том, чтобы пробежать под зельем невидимости и дойти до той зоны, где нам поможет Култар. Тот, который эксидом стал работать. Это тот же лысый парень, который в начале игры... Так, во дворец, во дворец... У меня нет портала во дворец. Ё-моё. Зато есть портал Варкс. Ааа! Что ж, вот и прибыл я в Аркс, но судя по музыке, здесь что-то не так. Смотрите, город весь просто запломбировал. Видите, он в Сид стоит. Ааа... Запалят, нет? Невидимость использую и попробую проникнуть непосредственно в замок. Так-так-так-так-так-так-так-так. Надеюсь, патруль сюда не попрется. Черт, попрется. Нет, не прется. Я немножко в тени, в скрытности. Не знаю, хватит ли у меня зелий, чтобы проникнуть там вон еще один. Так, сейчас, значит, этот-это... Патрули сюда не ходят, но их тут очень много. Что немножко печалит меня. Крепость проникли Илсиды. Все с ними ясно. В крепости Илсиды, в общем, а король в тюряге. Ай, как опасно, он на меня шел сейчас. Король в тюряге. И надо, в общем, каким-то образом мне пройти в тюрьму. Главное, сейчас направление не перепутать и... не с полицией еще самое главное. Так, ай-яй-яй, как неудачно я тут появился. Погнали под невидимостью. Илсидов здесь очень много, и я думаю, мне надо... как-то очень аккуратненько все делать. Не получилось аккуратненько. Аккуратненько не вышло. Увы, мой инвиз не сработал, я могу кого-то грабануть. Бегу, 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 со мной. Так, а этот меня пока еще не видит, но, к сожалению, я сейчас запрусь из-за него. О, нет, не заперся. Открывай ты уже. Давай, 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 бежим, 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 бежим. Ееее. Ух! Это безумие. Агба голоден. Иссербиус хранит их как запас свежего мяса для своего господина. Если дать Агба шанс, он пожрет все. Култар, зачем ты стал работать на Илсидов и Иссербиуса? Когда я выбрался из тюрьмы, это казалось неплохой идеей. Иссербиус, знаешь ли, умеет быть убедительным, и планы у него что надо. Он хочет вернуть Арксу солнце и вывести народ из этих крысиных нор. Для тех, кто, как я, побывал на поверхности, этот план дорогого стоит. А теперь беги. Через канализацию. Я придумаю, что сказать остальным. В общем, Култар наш знакомый теперь Илсидом работает на Иссербиуса, и он нам помог. Один из Илсидов это был он. Погнали через канализацию добираться. Олки! Вы упустили стража! Оставьте это ничтожное королевство людям и возвращайтесь немедленно. В общем, пока худо-бедно, но проходится сюжетная линия. Честно говоря, да, лучнику нереально сложно. Ушли снова Илсиды из города. Решили, в общем, не домогаться до жителей и до короля. Почему, непонятно. Потому что, как видите, страж абсолютно бесполезен и может от них только под невидимостью бегать. Но все-таки они покинули город. И я сейчас вернусь к королю. Скажу про то, что уничтожил метеорит. Все как новенькое. Все так же, как и было. Во дворце вся стража. Всех освободили и ушли. Немножко странный ход, если честно. Ну, что есть, то есть. Тысяча благодарностей, Амшагар. Ты спас королевство. Мы вечно будем признательны тебе. Я уничтожил метеорит из храма Акба. Я боюсь, что это уже не удержит Акба от пришествия на Аркс. Но это невозможно. Ведь метеорит был каналом его энергии. Сделанное бесценно. Это ослабит Акба. Но, как я полагаю, у Акба было время собрать достаточно сил, чтобы попытаться все-таки воплотиться в Арксе. Думаю, у Иссербиуса есть тайное логово, где он готовится призвать Акба, предложив собственное тело в качестве вместилища. Как же предотвратить это? Никак. Остается только убить его в момент воплощения, до слияния. Чтобы собрать энергию, ему нужно время. Но пока он будет это делать, он будет неуязвим почти для любого оружия. Нужен величайший из заговоренных клинков. Только он поразит эту мерзость и рассечет связь между Иссербиусом и Акба. И где найти такой клинок? Боюсь, что он еще не выкован. Надо создать особый клинок для этого боя. В книге «Зачарованное оружие» рассказывается, как его изготовить. Книга пригодится вам. Буду действовать так быстро, как только смогу. В общем, мне нужна книга, которая расскажет, как сделать «Зачарованное оружие», чтобы... Ага, один он двух Илсидов положит. Да, очень охотно верится. В общем, мне нужно сделать клинок, которым можно будет помешать этому Иссербиусу при вызове Акбы Божества. Так, здесь вот, наконец-то я портал активирую. Эта книга находится в Ордене Эдерней, у Женщин-Змей. И, в общем-то, туда я и направлюсь. Но пока что закончу здесь, а то видео получится слишком большим. Если вам нравится мое прохождение, пусть нестандартное, чувак, который будет одним луком выстреливать, несмотря на то, что мне явно игра говорит, что клинок нужно делать и бить клинком, ну, попробую, что получится. Я даже не знаю, кстати, можно ли мне взять в руки этот клинок с малопрокачанной силой. Всего лишь 6, это стартовый параметр. Кстати, да, немало опыта дали, около 3000. Ну так вот, если вам видео понравилось, не забывайте ставить лайки и пишите комментариев, да побольше. Всякий бред можете туда строчить. Будем обсуждать эту игру. И подписывайтесь на канал, если хотите видеть очередные прохождения, обзоры игр и прочие секретики и интересности, которые я рассказываю. Всем спасибо за просмотр. Пока.